Хвала Аллах, Султан Мурат вернулся. Султанша, Султанша, я очень волновалась за вас. Вы ведь в порядке? В порядке. Не волнуйся. А как повелитель? Здоровье в порядке. Даже не знаю. Он в таком состоянии был, когда мы его нашли. Словно с головы до пят был обернут болью. У меня душа запылала, когда я увидела его. Султанша, 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 Султанша. Ханзаде. Ханзаде? Ханзаде. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы избавиться от тяжести на сердце Чтобы заставить замолчать голоса, звучащие в моей голове Не смог заставить замолчать? Не сможешь, сынок Правитель, только умерев, может оставить трон До этого времени Что бы ни произошло Что бы ни свалилось на твою голову Ты обязан стоять стойко Нельзя повернуться и уйти Нельзя, невозможно Я считал, что знаю о всех видах боли Но это Боль от потери ребенка Словно горячий ком в горле Когда дышишь Обжигает внутренности Не сможешь глотнуть, говорили вы Еще Еще хуже Мир, жестокое место, сынок Время безжалостно Ведь говорят, что сначала должны умереть родители А в этом дворце всегда дети теряются первыми Поэтому я оберегала тебя Я грудью стояла за твое существование Ты тоже так сделаешь У тебя есть еще один ребенок Она очень мала Маленькая Люби ее Обними ее Ее запах утешит тебя Войди Повелитель Моя луналикая султанша Лализар Этой ночью она останется со мной Можете идти Как прикажете Если что-то понадобится, служанки будут ждать дверей Также и кормилица Лализар Можете идти Валиде султан. Вы хотели меня видеть? Мне совсем не по душе состояние моего сына-повелителя. Где он был столько времени? Я спросила, но он не ответил. Нечем беспокоиться, султанша. Он просто решил одолиться от дворца. Потеря детей оказалась для него тяжелой ношей. Об этом я и хотела поговорить. Но Лизар видела, какая же приходила к тебе. Вы поговорили, а потом она ушла расстроена. Что ты ей такое сказал, что она решила убить своих детей? Султанша. Она узнала, что повелитель вынес решение о ее казни. Я отрицал. Отрицал. Какая казнь? Он приказал, чтобы ее казнили сразу же. Как она выйдет за пределы Стамбула? Я думал, что никто, кроме меня, не знает, но... 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 Кто сказал? От кого она узнала? Фарья султан. Не знаю как, но она увидела приказ о казни и сразу же ей рассказала. У нее была такая обиданная ше-султан, что она даже не видела, к чему может привести ее злоба. Сейчас она осознала это. Но уже слишком поздно. С момента ее появления в дворце столько бед с нами случилось. А теперь она стала причиной смерти моих внуков. Султанша, я понимаю ваш гнев. Но я прошу вас, чтобы повелитель об этом не узнал. Он и так очень расстроен. Если он узнает, что виновата Фарья султан, он не справится с этой ношей. Субтитры создавал DimaTorzok Ты вспоминаешь прошлые дни? Скучаешь по этому дворцу? Этот дворец не дал мне ничего, кроме боли и слез. Это были дни вдалеке от Мурата, в полном одиночестве. Кто знает, может, это и есть судьба этого дворца? Это несчастье. Силахтар. Каждое утро он уходит до моего пробуждения, а вечером возвращается очень поздно. Я даже не вижу его лица. Между нами такая пропасть, что я не знаю, как я ее преодолею. Ваши раны еще очень свежи. Со временем все наладится. Вы ведь поженились, Атике. Стали мужем и женой. Как долго можно быть вдалеке? Он даже не спит со мной в одной постели, Фарья. Каждую ночь я ложусь в постель одна. Моя гордость растоптана. День смерти еще стоит над нами. И всегда будет стоять. После закрытия притонов народ направился в таверны, повелитель. Они стали употреблять вино и опиум. Кады Заде по этой причине устроили нападение на таверны и разгромили их, повелитель. А когда мирюд из окружения Сивасия Фэнди попытались смешаться, между ними началась перепалка. Если не предпринять мер, то дела выйдут из-под нашего контроля. Каждый день происходит что-то новое. Кады не успевают рассматривать дела, повелитель. Сообщите им обоим, что я хочу с ними увидеться. Узнаем, что у них за проблемы. Якия Фэнди, каково состояние духовенства? Ты выдвигал их к кандидатуру. Нужно немедленно все подтвердить. Кёсэм Султан уже подтвердила назначение. Как известно, вас не было. Так как вы назначили ее регентом Султаната, я не увидел в этом ничего предосудительного. Регент Султаната, так? Да? Повелитель, в ваше отсутствие, упаси Аллах, вышли известия о вашей пропаже. В городе начались волнения. Мы не смогли им помешать. Народ направился ко дворцу после интриг некоторых людей. Они дошли до ворота дворца. Как хорошо, что наша Кёсэм Султан мужественно выстояла. После того, как она вышла к народу и сказала, что стоит во главе государства, как регент Султаната, волнения утихли, и народ ушел по домам. Мехмед Паша, разве я не назначал тебя хранителем Стамбула? Как ты мог не помешать этому? Повелитель, мы предприняли необходимые меры. Даже сообщили, что вы находитесь на охоте. Но кому-то удалось зажечь факел интриги. Хаджа, расскажи правду Киман Кешаги. Пусть и найдет Калику Хатун. Посмотрим, правда ли это. Как прикажете, Султанша? Повелитель отправил вести. Он ждет вас в покоях для аудиенции. Пока это дело не решится, ты никому и ничего не скажешь. Почему Повелитель желает видеть меня в покоях для аудиенции? Раз ты просил меня прийти сюда, дело очень серьезное. Я слышал, что море событий превратилось в сель и добралось до моего дворца. А вы в качестве регента Султаната решили исправить ситуацию. Я вас назначил. Вы так сказали. Вы поставили под свое влияние жизнь и имущество народа. Собрали совет дивана, сделали назначение, и я понял, что вы, как и все остальные, воспользовались моим отсутствием. Я воспользовалась твоим отсутствием? Да. А что я должна была делать? Как ты должна была бросить государство и оставить без хозяина? Чтобы потом мы потеряли это государство? Ты не выполнял свои обязанности. Я не знала, когда ты придешь. Народ направился ко дворцу. Они сказали, что хотят видеть Падишаха. Чуть было кровь не пролилась. Вы только этого дня и ждали, так? С того дня, как я положил конец вашему регенству. Ждали, чтобы я совершил ошибку и попросил вашей великой помощи. Чтобы ждал вашего одобрения во всех своих делах, так? Так? А дело обстоит так, что вы просто никогда не видели во мне Падишаха. Сынок, ты еще очень молод. Ты слишком эмоционален. Тебе меня не понять. Ты думаешь, что я пытаюсь заполучить власть и свергнуть тебя с престола? Но ты ошибаешься. Ты подешав всего мира. Но прежде всего ты мой сын, который бегал к главному саду и плакал, когда разбивал лоб. Ты моя душа. Ты память мне об Ахмете. Знаю, сердце у тебя чистое. Лицо открытое. Но, сынок, мир любит людей, которые знают миру во всем. А ты при каждой возможности забываешь об этом. Не делай этого. Ты больше всего вредишь себе. Валиде, вы возвращайтесь в свои покои. И больше никогда не смейте совать свой нос в дела султаната и в дела религии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok